Когда готовился к этой презентации, я все пытался понять, какая угроза в вашем бизнесе. Вот в нашем она очень очевидна. И знаете, есть такой старый хайп уже о том, что вот эти три компании, они в общем и целом возьмут и поработят мир. И об этом все говорят, не очень понимая, почему это произойдет, а мы вот уже понимаем, почему это произойдет. Я вам сейчас объясню, почему. Буквально недавно Amazon научился уже кредитовать тех продавцов, которые через него торгуют товарами. Но представляете, мы как банки 200 лет думали, что самое ценное, что у нас есть, это вот те рисковые модели, которые, ну в общем, если просто говорить, позволяют вам понять, кому деньги давать, а кому нет. Кто их вернет, а кто нет. И нам казалось, что это то ноу-хау, которое никто никогда у нас не заберет. А вот Amazon уже это умеет делать. Facebook получил уже лицензию на проведение платежей в Ирландии. А вы представляете, что такое платежная система на базе Facebook с его объемом пользователей? А Apple в последнем релизе iOS сказал всем, что теперь можно будет делать платежные переводы, но посредством iMessage. Это значит, что вы вот там в вашем прекрасном кафе кофе покупаете, а у кого-нибудь денег нет. И в общем с iPhone достаточно написать Иван Ивановичу 500 рублей, и вам не важно, какая карта в беке какого банка. Ну то есть банк для вас становится тем, что в английском языке называется слом комодити. Вам совершенно это все равно. У вас есть пользовательский экспириенс через телефон, и все. И знаете, вот это страшно очень банк для нас. И мы очень четко понимаем, что меняться надо. А еще у меня есть эхо. И мы меняемся, и мы меняемся абсолютно в разных областях. И вот сегодня я несколько раз слышал о том, как важно у вас в компании управление идеями. Как много вы стимулируете сотрудников к тому, чтобы идеи они предлагали новые. Мы в общем делали то же самое. У нас было несколько попыток запустить то, что называется Idea Management. Он по-разному назывался. Я помню за 5 лет работы в банке раза 3 попытки, широкий маркетинг. Людям рассказывали, давайте что-нибудь будем делать, давайте вы будете предлагать идеи. В общем и целом предлагалось 5, 10, 15 идей, после чего вся эта история сдувалась. А потом случилась магия какая-то. И я вот вам про эту магию хотел рассказать. Когда в рамках нашей дирекции, дирекции информационных технологий, коллеги самостоятельно собрались без менеджмента, без какого-то указания сверху. И придумали такую программу, которую, и не пугайтесь, назвали вот так. И знаете, это в общем, наверное, самая правдивая система Idea Management, которую я видел за всю мою карьеру во всех компаниях, где я работал. Потому что коллеги сказали очень просто. Знаете, нас окружает какая-то, простите, мой французский хрень. Ну это в общем, честно они так сказали. И она везде, она в процессах, она вот в офисе, она может еще где-то быть. Она исторически сложилась. И вы же тоже знаете фразу, что исторически что-то сложилось, поэтому менять не будем. Вот у нас этого тоже очень много. И они сказали, давайте мы будем убирать то, что нам самим жить мешает. И придумали вот эту штуку. Бюджет у этой программы был ноль. Даже логотип какой-то человек там где-то нарисовал в выходные сам в векторе. И тем не менее, из этой программы стали появляться идеи, которые действительно оказались на поверку просто совершенно фантастическими и очень простыми, главное. Я вам приведу очень простой пример. У вас встреч много. Любите встречи? Вот мы тоже как-то считаем, что это трата времени пустая. А зачастую. И когда в Outlook, у вас же Outlook, наверное, создается встреча, она всегда по умолчанию создается часовым слотом. Обращали внимание, когда создаешь вот это вот событие, там времени час забивается. А коллеги посчитали и сказали, давайте мы сделаем дефолтным значением 30 минут. А потом замерили за следующие два месяца, что изменилось. Так вот, если посчитать, они сэкономили в среднем 8 недель времени сотрудников компании в год, потому что люди не стали менять встречи с 30 на час. Понимаете? Ну, то есть всем стало хватать 30 минут для того, чтобы повстречаться. И это такая очень маленькая штучка, маленький кирпичик. Но как это может катастрофически повысить просто КПД людей? Ну, в общем, на вашем масштабе, наверное, еще интереснее будет, чем на нашем. А вторая история, она немного из другой области. Меня просили показать вам какие-то производственные кейсы. Как вы понимаете, у нас производство не особо есть. Но у нас есть что-то похожее. И это то, о чем Марина говорила, как раз про централизацию и про то, как централизация помогает оптимизировать какие-то процессы. Мы в банке работаем с мелкими предприятиями, с юрлицами. И для них очень важно быстрое взаимодействие с банком. Ну, то есть вы какое-нибудь небольшое ИП, и вы не хотите, чтобы все процедуры взаимодействия с банком были очень долгими. Ну, например, открытие счетов для вас, оно должно быть очень-очень быстрым. Ну, в общем, таким же, как для физического лица. И когда мы начинали этот бизнес, у нас по всей сети, во всей стране, в каждом отделении был специально выделенный человек, который отвечал за взаимодействие с такими юрлицами. И вся сеть в тот момент могла открывать порядка 500 счетов всего лишь в месяц. И это 500 счетов в пике. То есть это когда вот прям все умирают и стараются сделать максимум. А после того, как коллеги провели централизацию, они в наш операционный офис, у нас в Ярославле большой бэк-офис, операционный центр, фактически с тем же количеством людей. То есть, да, мы, естественно, уволили всех, кто сидели в отделениях и наняли такое же количество людей в операционном центре, но в абсолютных цифрах ничего не изменилось. За счет централизации, за счет единых KPI, за счет нормального процесса, выстроенный за счет общих стандартов, тем же количеством они смогли открывать до 8 тысяч счетов в месяц. В общем и целом, если бы мы этого не делали, ну, несложно посчитать, насколько нам надо было бы вырастить свою сеть по стране и количество людей, которые в сети бы работали. И, ну, мне кажется, что это одна из таких интересных историй, ровно про то, как централизация помогает, ну, в общем, не тратить больше денег там, где их можно не тратить. А еще один пример упрощения, он даже, знаете, такой не про упрощение, а про то, что надо внимание обращать на мелочи, на которые кажется, что это мелочь, а оказывается, что там огромный потенциал. Знакомая история, да, в банках есть хранилище. Я всегда думал, что это выдумки, пока в банки не пришел, но на самом деле есть в каждом банке такая комната, там лежит много денег. И у нас тоже есть такая комната, там тоже лежит много денег. И у нас был определенный проект, который затрагивал вопросы управления наличностью в банке. И, в общем и целом, коллеги делали там какую-то оптимизацию, что-то, чего-то добились, и уже закрывали этот проект. И в этот момент какому-то одному сотруднику, причем он был, ну, буквально недавно пришедший в банк, он говорит, ребят, а сколько у нас там реально денег лежит? Ну, ему говорят, ну, много, ну, там, ну, очень много. Он говорит, а вот они когда лежат, от них толк есть? Ну, нет. И этот сотрудник, он, ну, вот буквально на калькуляторе за три минуты произвел очень простой расчет. Сколько банк заработает денег, если мы вот этот вот весь кэш, всю эту наличность просто на корсчет отдадим в ЦБ под ставку рефинансирования. Ну, и в общем и целом, как вы понимаете, мгновенно, практически путем отправки трех-четырех газелей в другой банк мы стали зарабатывать до 100 миллионов рублей в год ни на чем. И понятное дело, что это немного не оптимизация, это про то, что надо видеть даже в мелочах, даже в той истории, которая годами исторически сложилась, потенциал, потому что, ну, этот кэш лежал в нашем хранилище там 20 лет. Мы его меняли, конечно, но никто даже внимания на это не обращал. Еще один кейс я хотел бы вам рассказать, он из другой области, он про то, как мы относимся к созданию продуктов. Для банка очень важно сейчас выводить новые продукты быстро на рынок. И когда я говорил про Facebook, Google, Amazon, чем они сильнее нас? Они сильнее нас тем, как они быстро умеют прототипировать и выводить новые продукты на рынок. Вот как вы думаете, Facebook как часто обновляет свою платформу? Ну, вот целиком. Ну, скажите несколько слов. Раз. Каждый день еще идей. Каждые пару минут говорит директор в мегафоне. Ну, нет. Раз в 9 секунд обновляется в среднем платформа Facebook. И, знаете, ни один банк в мире так не умеет делать. И очень хочет научиться. А Facebook хочет научиться понимать, кому давать деньги, ну, а кто их вернет. И вот кто первый научится делать то или другое, тот, в общем и целом, ну, мир завоюет, нам так кажется. И поэтому мы очень стараемся научиться быстрее внедрять продукты. Есть такой пример. Например, в банке есть розничное кредитование. Многие из вас, я думаю, владеют автомобилем, а кто-то, наверное, брал его в кредит. И сердце розничного кредитования в автокредитовании – это такая штука, называется кредитный конвейер. Большое сложное приложение, которое в конечном итоге считает, ну, отдать вам денег или не дать. Вернете или не вернете. И вот у нас был большой проект, в рамках которого в течение года коллеги из розничного бизнеса формулировали сложные требования, как он должен работать. Затем передали эти требования в IT. Там в течение года создавали этот конвейер. Потом еще полгода тестировали этот конвейер. Ну, в общем, как вы понимаете, два с половиной года шел проект, а когда он закончился, мы закрыли направление этого бизнеса. Ну, потому что кризис в стране начался. И списали 125 миллионов рублей. История сама по себе была, ну, такая, достаточно типичная в то время для банка. Мы действительно очень долго делали проекты, и в конце проекта оказывалось, что этот продукт уже не нужен никому. Конъюнктура поменялась. Есть второй пример. Это такой же конвейер, но для ипотечного кредитования. Я тоже уверен, что многие из вас счастливые обладатели ипотеки. И здесь поступили по-другому. Здесь была настоящая кросс-функциональная команда с первого дня. IT и бизнес, сидя вместе, решили, что достаточно не описывать все требования к этому конвейеру, а определить минимально достаточный функционал. И уже за 4 месяца коллеги смогли сделать первый прототип, который отдали в сеть для того, чтобы они продавали ипотеку. А это случилось ровно в тот момент, когда на рынке в России ипотечного кредитования случился бум. Вы видите, что сейчас со ставками происходит? И ровно в этот момент, когда это было нужно, коллеги смогли вот так сделать. Не 2,5 года, а 4 месяца. Ровно за счет того, что сидя вместе, работая одной командой и не придумывая все наперед, а прототипируя, экспериментируя, можно ускориться в 5 раз. Знаете, наверное, вот эти кейсы я вам хотел показать, но важно еще наше понимание, без чего изменения не имеют смысла. Мы в Raytheisenbank для себя на эту тему отвечаем примерно так. Есть три ключевые вещи. Первое, это должно быть действительно нужно менеджменту компании. Не на словах, не на бумаге, а вот прям в голове и в сердце. Второе, это, естественно, правильные люди на правильных местах, неважно где, неважно на каком уровне иерархии. И третье, это корпоративная культура, которая должна позволять это делать. и делать так, чтобы это было частью ежедневной жизни. И это все очень релевантно для Raytheisenbank сегодня. Ну и, наверное, друзья, я хотел бы закончить Кэролом. В общем и целом, мы для себя точно понимаем, что бежать нужно в два раза быстрее, а вам виднее, исходя из того, что происходит у вас.